Слава Иисусу Христу! 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 Спасибо тебе, Господь, за все! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! То есть, действительно, Павел имеет в виду вот это чудо, сила воскресения будет действовать просто преизбыточно вообще в церкви. Слава Богу! И вот, и о чем сейчас тоже хочу сказать, что вот сама идея, вот нам, верующим, разных народов, разных традиций, культур, разных юрисдикций, динаминаций, присоединяться к, значит, именно есть опресники, вот в дни опресночные, да? Вот, тем самым, вот наша самодификация исцеляется, да? Вот буквально мы осоздаем себя действительно насажденными среди Израиля, насажденными Божьей рукою. Не гордимся, но боимся, и не гордимся перед природными ветвями, вот, и в этом великое благоставение для всех-всех-всех-всех, всех людей, независимо от национальности, культуры, религии, традиции, в послушании этому Слову Божьему великая, огромнейшая сила. Вот вопрос самодификации, вот, и действительно, очень важный вопрос, очень важный, вот, и очень много говорят в христианстве сегодня, в протестантском христианстве, в католическом меньше, но тоже говорят, у нас в православии, к сожалению, об этом почти не говорят, очень мало. На Западе, да, говорят, на Западе, вот, по крайней мере, есть, ну, я, как бы, знаю такие свидетельства, очень сильные, православных церквей, в частности, вот, в Румынии, да, в Румынии, которые, находясь вот в свободном таком мире, да, пространстве, начали процесс этот потрясающий. Вот, и возвращение к корням, к остокам, к основаниям своим. Слава Тебе, Господь, благословен Ты Бог наш. Аминь, аминь. Вот, и, так что, Бог, действительно, во Христе, Он соединил всех нас своей любовью, и Бог во Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Я эти дни просто повторяю это слово, и погружаюсь в это слово, и благодарю Бога Всемогущего за Его великое примирение. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизнеподателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царь Вселенной, благодарю Тебя, Боже Всемогущий, благодарю Тебя за все. Слава, слава и хвала. Аминь, аминь. И читаю Аллилуйя, вот эти псалмы, обозначенные словом Аллилуйя. 114-й псалом, хочу прочесть некоторые псалмы, прочитаю сейчас я, вот. Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Это 114-й псалом. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне. Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных, я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой Твой, ибо Господь облагодетельствовал Тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез, и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господнем на земле живых. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо, спасибо, спасибо. И дальше, в 115-м псалме. Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь, что воздам Господу за все благодеяния его ко мне. Чашу спасения приму, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Дорога в очах Господних, смерть святых его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой, и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом его. Во дворах дома Господня. Посреди Тебя Иерусалим. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь, за все. Милосердный Бог наш. Слава Тебе, слава Тебе, Господь. Слава Тебе. И сегодня действительно чашу спасения для нас это величайший дар, Господь. Боже всемогущий, величайший дар Твоей любви. Божье спасение во Христе и Иисусе, Господне нашим. Жизнь вечная. Благословен Ты, Господь, Бог наш. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Слава, слава и хвала. Аллилуйя. 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 Опресники. Едим эти дни мацу. Опресники. Как знак чистоты и святости. Как знак того, что действительно Бог видит нас вот такими чистыми, непорочными, бесквасными. Без этого порока, лукавства. Без закваски фарисейской, саддукейской, иродовой. Без всякого рода этих заквасок. Спасибо Тебе, Господь. Боже, Твоя чистота. Твоя, Боже, вот эта вот непорочность. Боже, это моя чистота и моя непорочность. Твоя, Господь, Боже, милость. Боже, это моя жизнь, Господь, спасибо Тебе, спасибо. Боже, глаза, Господь мои, Боже всемогущий, от всякой закваски, пред моими глазами ничто вот это преступное, ничто это вот беззаконное, квасное, да не будет, Господь. Я взираю на чистоту Твою, Господь, взираю на образ Твой, Боже всемогущий. Благословен Господь, благословен Царь мой. Мыслях моих никаких заквасок, никакого действия кваса этого, дрожжей этих, бесовских этих, во имя Иисуса Христа. Мой разум это маца, это Твоя чистота и Твоя святость, непорочность Твоя. Спасибо Тебе, Господь. Благодарю Тебя, Боже всемогущий. Боже, то, чем я назидаюсь, Боже, я смотрю на то, что меня назидает Господь Божий, а это Ты, Господь Божий. Взираю на славу Твою, на славу Божью. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Слава, слава Тебе, Господь. Слава, 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 слава. Благословен Господь, благословен Господь, Бог наш. Аминь. Благословен Господь. образ очень хороший образ знаете на днях сейчас уже солнечная погода такая теплая вот и в киеве у нас и значит и проходил мимо ну как мы возле метро там этот лоток такой с этими очками так и выбрал я не знал вроде это это то как бы дорого то как бы не очень ну как короче так не выбрал посмотрел там пару примерил извинился и ушел дальше вот но о чем думаю что вот одни там очки приметил одел и очень интересно совсем вот такой приятный такой вообще тон как вот называется ну художников есть такое английской красная вот наподобие вот этого наверно плаката нет 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 английской красная насчет это и красный и коричневый как бы но что такое можно и оранжево все вместе так вот замес делаешь такой сложный очень красивый благородный цвет такой вот значит и и знаете вот я смотрел в очки думаю вот на самом деле очень очень интересно смотрится все вот как бы и спокойно глаз спокоен да вот николай правильно подметил до блаженно чистый сердцем они бога узрят да на самом деле и вот и сегодня чем тоже размышляю вот но я мацу да вот и вот как очки мои вот маячки такие маячки вот я сейчас кстати насчет вижу экран здесь маленькие дырочки в маце и это похоже вот есть очки такие тоже медицинские какие-то ой забыл я для чего они они снимают напряжение там дано еще тоже с дырочками такими как не называется ой супруги нет она вот у меня специалист в этом вот но короче такие очки которые снимают раздражение всякое там насчет помогают глазам их там носят там какое-то время там ежедневно для того для восстановления как бы зрения да они они дырочка таких черные и с дырочками и одевал пару раз ну как-то как-то чудно как-то все смотрится ну ладно вода счет а вот здесь вот наподобие того наподобие тех очков вот я вот вижу допустим сейчас экран да вижу значит стол через эти дырочки вот и для меня это сейчас образ для меня это образ сейчас вот вот тех на очков как было духа святаго вот тот был фильм когда-то такой знаете вот я особенно фильмы не смотрю но и тогда бывает не сначала не до конца где-то там допустим придешь где-то эпизод убедишь какой-то и потом вспоминаешь его некоторые вещи даже и для близоруких николай пишет наверное да вот некоторые вещи они как бы насчитаны ни к чему на мысль фильмов нового фильм какой-то там фантастический это тоже ни с начала не до конца даже не знаю насчет там что за фильм то но насчет смысла его такое что какие-то там твари фантастические там какие-то там инопланетяне какие-то там надо посмотреть хотя бы интернет я хоть все вспоминаю и все забываю посмотреть название то вот значит для иллюстрации хороший. Вот, значит, и там, значит, это вот эти, как бы, инопланетяне какие-то, они там, значит, там поселяются в телах человеческих, как вот какая-то зараза какая-то, да, и живут. И уже, как бы, под видом людей ходят вот эти твари. А параллельно живут еще и обычные люди, но они не замечают этого, что, значит, прям рядом с ними живут эти вот какие-то твари. Вот, значит, и один там человек возле церкви нашел ящик там с очками, и он там очки взял и одел их на всякие да, такие, как типа солнечные очки. И он ахнул. Он увидел, как бы, совсем другую картину вообще, оказывается. Вот. Часть людей видят людьми, а часть людей видят этими какими-то монстрами такими. А потом там плакат был какой-то, он посмотрел, значит, и там плакат там был о деньгах, что-то предлагались деньги. Вот, значит, и а когда увидел, значит, через эти очки, там написано «Я твой Бог». Вот это да, то есть эти деньги, они как бы твой Бог. Вот это, да, значит, и он там что-то еще посмотрел, то есть он видел все в другом свете совсем. Возле церкви эти очки лежали, оказывается, они открывают правду, как бы вот. Вот, и очень интересно. Вот, и нечто подобное слово Божье делает с нами даже еще в большей степени. Она дает нам способность видеть все, как есть на самом деле. В истинном свете все видеть вообще. Спасибо тебе, Господь. Вот, и даже на Фейсбуке, вот, вчера я опубликовал у себя на странице там вот вот эту мысль как раз, что христианин – это неисправимый оптимист. Вот, а дальше мысль я продолжил так, что вот, а пессимист – это дезинформированный оптимист. На самом деле не информированный, а дезинформированный именно оптимист. Потому что по-настоящему информированный оптимист – это еще это вообще неисправимый оптимист. Оптимист, информированный – это неисправимый оптимист уже. Потому что информация, если вся правда – это информация, да, уже, а если полуправда, полуправда, да, Это уже дезинформация. И вот тоже самое дезинформация. Враг, он всегда в этом мире, все строится на дезинформации. А Бог на информации. Он все видит, все знает, и однако же он любит, верит, надеется. Слава Богу, спасибо тебе, Господь. И настоящий его взгляд, это взгляд любви. И вот я тоже смотрю, вот сейчас, знаете, вот. Для меня мои глаза довзирают всегда на славу Божью. Чистота Иисуса. Мое сердце, вот, маца. Мои глаза, маца. Мой разум, маца. Все, мое тело, это как храм Божий, это маца. Без порока и лукавства. Бог видит церковь вообще такой мацой, мацой, маца. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Святой. Спасибо тебе, благосновенный Бог наш. Аллилуйя. Благодарю тебя за чистоту твою и святость. Благодарю тебя, Господь, за то, что и нашу жизнь ты делаешь такой непорочной, действительно, потому что мы взираем на славу твою, Господь. И видим, как в зеркале, а слава Божьей. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо. И плод виноградной лозы. Знак непорочности. Знак чистоты Божьего обеспечения. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. 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 Я преломляю сегодня хлеб. Хлеб бедности. Хлеб чистоты. Хлеб простоты. Хлеб Божий. Образ ангельского хлеба. Потому что потом, после того, как люди поели этих опресников, доели опресники, потом пришло время, они уже ели, что они ели хлеб ангельский. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе. Это образ хлеба ангельского, хлеба чистого, непорочного. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш, давший нам хлеб из земли и давший нам хлеб с небес, спасителя нашего Господа Иисуса Христа, хлеб жизни. Благодарю тебя, Господь. Благодарю тебя за лозу земную и благодарю тебя за лозу небесную, за Иисуса Христа, праведника. О, великий виноградарь, Отец наш, Авва, Отче, Бог Святой на небесах, благословенный виноградарь. Приди, Господь, и посети виноград сей. Виноградник твой – это мы. Благослови виноград сей, Господь. Благослови, Господь, великий виноградарь. Единая лоза – это Сам Иисус Христос. Единый виноградарь – это наш Бог и Царь, наш Отец, великий Государь, Царь царей, Господь господствующий, Бог всех богов. Слава тебе, Господь! Благодарю тебя, Отец, Бог мой, Царь мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Аллилуйя! Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, Брат мой, Друг мой, Целитель и Освободитель мой. Благодарю, О, Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, Я тебя, мой Бог, люблю. Я тебя, Господь, люблю, И за все благодарю, За Голгофу, за кровь, Я тебя благодарю, За воскресенье Твою, За победу Твою, За чистоту Твою, За жизнь вечную, За спасенье, За исцеленье, Благодарю Тебя, Отец, Ава, Отче, Бог мой, Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Благодарю, О, Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, Ты всегда со мной, Утешитель мой, За все я благодарю, За все я благодарю, Я тебя, Господь, люблю, И за все благодарю, За жизнь вечную, Бесконечную, За жизнь вечную, Бесконечную, За исцеленье, За спасенье, Благодарю Тебя, мой Бог, Благодарю Тебя, Иисус, Благодарю, О, Дух Святой, За все я благодарю, Я тебя, Господь, люблю, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Благодарю Тебя, за спасенье, за исцеление, через кровь святую, Агонца Божьего, за эти дни опресночные, Господь, Когда мы едим Отцу, рассуждая о теле и крови Твоих, рассуждая о спасении, рассуждая и о том древнем исходе, который 3331 год назад произошел, и о исходе сейчасшнем, сегодняшнем, уже два тысячелетия продолжающегося исхода, Боже, мы участники, спасибо Тебе. И рассуждая о грядущем исходе, великом выходе, Боже, слава Тебе, Господь, когда мертвого Христе воскреснут прежде, и мы, оставшиеся в пришествии Господни, восхищены будем на облаках, в встречении Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, спасибо Тебе за все, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе и хвала, благословен Господь Бог наш, аминь. Тело Иисуса Христа, кровь Иисуса Христа, аминь. Пейте, ешьте, братья, сестры, радуйтесь, славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, аминь. Твое тело есть питье, еда, кровь Твое питье. Тело и кровь Твои, это пища и питье наше, жизнь наша. Спасибо. Ты даешь жизнь, Господь, это Твоя жизнь, которую Ты отдал за жизнь мира. Два тысячелетия назад это свершилось. Агнец от века закланный пролил свою кровь на Голгофе, на кресте. Слава Тебе, слава Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя за спасение. Благодатью я спасен, и сияние от меня, это Божий Твой святой дар. Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную, за исцеление, за благословение. Лехаем за жизнь. За те дни опресночные, меняющие судьбы людские. Спасибо. И мы насаждены среди Израиля. Насаждены среди Израиля. Боже, благослови, Господь, христиан. Боже, погружаться в этот океан любви Твоей. Боже, помоги, Господь, нам. Благослови детей своих. Аллилуйя. Аминь. Аминь, аминь. Аллилуйя. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя. Спасибо. Я спасен, я исцелен, я благоставлен через кровь моего спасителя, Господа моего Иисуса Христа, моего целителя, моего освободителя. И ни в коем другом нет спасения. Для меня все и вся, мое все, это сам Господь Иисус Христос. Ты только Ты, ты только Ты. Спасибо, Господь, спасибо. Благостави народ, благостави народ свой миром, благостави всех моих братьев, сестер, благостави, Господь, наши семьи, дома, родных, ближних, во имя Иисуса. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, благоставляю свой дом сегодня. Надеюсь, уже скоро увидимся. Вот я собираюсь уже возвращаться в Россию на днях, после окончания дней уже опресночных. Вот, и, ну, Песах Шани вместе проведем, Песах Шани вместе проведем всей семьей. Это второй Песах. Это, в Библии об этом рассказывается, но попозже об этом расскажу. Это, там есть эпизод, да, когда те, кто не смогли совершить Пасху, допустим, по некоторым причинам, допустим, в Ниссане, то в следующем месяце, в Ияре, они в полнолуние так же, как и в Песах, они проводили еще один Песах, Песах Шани. Пасха, повторная Пасха, как бы. Хорошо, друзья, благоставляю всех вас во имя Господне. Аминь и аминь, пишет Роман, да, аллилуйя. Николай, да, напоминает место Писания нам, значит, из Иоанна, да, если не будете есть плоти сына человеческого, пить кровь, то не будете иметь в себе жизни. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Благоставляю всех вас, братья и сестры, если вы сегодня с утра свободны, если вы в Киеве, то приезжайте сюда, на Черниговскую, на Лесову, пообщаемся. В парк Киото сейчас я буду здесь. Координаты мои все, значит, там телефоны, пароли, явки, адреса, все под каждым видео есть. Вайбер, WhatsApp там все обозначено. Единственное, что здесь я сейчас пользуюсь, Viber, WhatsApp, которые по украинскому номеру. Вот те два номера, которые обозначены там, сохраните их себе тоже. Там два российских номера под каждым видео, под всеми видео обозначены. Два российских номера и два украинских номера. Пополняя эти номера мобильные, можно участвовать в финансовом моем служении. А также там карточки Сбербанка и Приватбанка обозначены. И на украинском номере, который там 093, как там, 55999921, по-моему, так вот. В конце 2.1, точно помню. Значит, там, значит, Viber, WhatsApp тоже зарегистрированы, украинские, вот, которые сейчас вот со мной. Поэтому пишите, слава Богу, приходите, пообщаемся, как раз помолимся. Вот, или завтра уже, уже в последний день уже призначный. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. В субботу я проповедую здесь на Попудренко, значит, на той стороне, возле метро Черниговска тоже. Только с другой стороны не на Киото, а с другой стороны Попудренко. Вот, там, где офис СНЛ, ну, это киевляне все знают. Офис СНЛ, вот, значит, только офис СНЛ, он в полуподвальном там помещении, как бы, да. А зал, где я буду проповедовать, на втором этаже. Нужно подняться просто наверх, над СНЛ, одним словом. Вот там будет наше собрание. В субботу в 11 часов приглашаю всех, как раз, значит. Ну, а воскресенье я буду, даст Бог, у себя в церкви с 9 утра, а потом, после обеда, на Рыбальском. Все, шалом, мир всем вам и благодать доумножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. По сравнению с этим все остальное шелуха. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо.